Валентин Паснов 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 То есть если я остановилась поправить шнурки или просто встала на светофоре, мой трек тут же переключится. Но, конечно, это не так, и мы позаботились о наших пользователях. Текущий темп бега пользователя рассчитывается как усредненное значение темпа его бега за последние 60 секунд. Полученное значение сравнивается с текущим темпом проигрываемой музыки. И только когда они отличаются друг от друга, мы переключаем трек. Итак, кроме того, мы ввели дополнительную защиту от слишком частого переключения треков. Это значит, что мы не переключаем музыку чаще, чем раз в 30 секунд. Итак, самое интересное. В нашем приложении пользователь может не только выбирать темп, но и переключать сами треки. Но как удобнее это делать на бегу? Свайп карточки влево или вправо кажется отличной идеей. Но как насчет того, чтобы позволить пользователю переключать трек с махиванием в любую сторону? Это точно будет удобнее на бегу. А что насчет переключения темпа музыки? Как удобнее, по тапу или по свайпу? Мы решили, что мы не будем никак ограничивать нашего пользователя. Пускай он делает так, как ему удобнее. И именно поэтому нам пришлось реализовать достаточное число кастомных компонент, которые не только сделали возможным все перечисленные взаимодействия, но и сделали их максимально приятными визуально. И главное, мы добились того, что нашим приложением можно пользоваться, не отвлекаясь от бега. И теперь давайте посмотрим, как вы стали бы использовать наше приложение в реальной жизни. И я передаю слово нашему дизайнеру Юре. Всем привет. Меня зовут Юра. Я дизайнер продукта. И, собственно, мне бы... Все? Хорошо? Так вот, я дизайнер. Сюда можно? Ага. Вот она. Собственно, спасибо большое Веде. Она очень отлично рассказала про то, про логику нашего приложения, про то, как устроены все компоненты. Мне бы хотелось на самом деле продемонстрировать, как это на самом деле работает. То есть мы соберем все эти штуки и посмотрим, как это все будет работать. Я начинаю пробежку, и первое, что мне предлагает приложение, это начальный темп, под который она подбирает непосредственно первый трек, с которым мне будет удобнее и комфортнее бежать. Собственно, свайпы помогают мне скипнуть трек, и причем это организовано таким образом, что ментальная модель в виде карточек помогает мне сказать, что любой скип дает движение только вперед. То есть я не могу вернуться к предыдущему треку, я могу только скипнуть и, собственно, слушать дальше. Повеличился. Спасибо. Если мой темп увеличился, то трек меняется автоматически, и, соответственно, шкала достигает нужной отметки. Но на самом деле суть в том, что большинство из нас, когда бегает, вряд ли будет втыкать в интерфейс. Все, скорее всего, положат телефон либо в карман, либо куда-нибудь на руку. И поэтому единственное, что они будут делать чаще всего, это переключать треки при помощи гарнитуры, что у нас тоже, соответственно, реализовано. Также у нас реализованы действия на заблокированном экране. Это скипы и даже лайки. Если мне осталось бежать, предположим, каких-нибудь 20 минут, и я хочу это делать с определенным темпом, то я могу просто заложить на приложение этот темп, и оно будет подстраивать музыку именно под него. И, соответственно, я буду бежать с этим темпом и могу комфортно закончить свою пробежку. Давайте закончим пробежку и посмотрим, что у нас получилось. Мы видим список треков, которые можно полайкать, просмотреть композиции, которые нам вообще встречались. И если какие-то из них были неизвестны, то мы можем перейти на Яндекс.Музыку и обратиться к ней. Также мы можем пошарить эту штуку с друзьями в Фейсбуке. И... Да ладно, я справлюсь. Можем пошарить эту штуку с друзьями в Фейсбуке. У нас будет большая картинка, которая скомбинирована из обложек, которые нам встречались, и также мои данные, с которыми я пробежал, собственно, весь этот путь. Эта же обложка попадает на первый экран, и под ней будет скрываться история всех моих пробежек, которые приходились раньше, и к ним можно также обращаться, лайкать треки и даже лайкать целый плейлист, чтобы потом к нему обратиться. И вот. Собственно, на самом деле, это история про эксперимент, который мы хотели провести. Вы увидели, как приложение работало вживую. Это было уже работающее SDK. Собственно, Катя нам расскажет о тех результатах, которые мы хотим с помощью этого всего добиться. Спасибо. Спасибо, Юра. Как Юра совершенно справедливо сказал, наш продукт — это эксперимент, и для того, чтобы понять, насколько успешным он будет, нам нужны критерии успеха. То есть нам нужно определиться с продуктовыми метриками. Как и для любого другого продукта, конечно, для нас будут важны такие метрики, как аудитория, возвращаемость пользователя или средний доход на пользователя. Но есть и другие специфичные метрики, которые происходят из природы нашего приложения. Чтобы вам было удобнее и проще понять, о чем я буду говорить, давайте я представлю вам нашего идеального пользователя. Наш идеальный пользователь — это тот, кто пока не пользуется большими музыкальными сервисами Яндекса. Это значит, что мы хотим привлечь новых людей к нашим сервисам. Во-вторых, это не профессиональный спортсмен, у него нет билета на Ironman на следующий год и специального плана подготовки к нему. А в-третьих, это не музыкальный гик, то есть у него нет спортивных или кулинарных или любых других плейлистов на каждый случай жизни. Что касается взаимодействия с нашим продуктом, мы ожидаем, что пользователь будет быстро начинать пробежку после того, как откроют приложение, и в дальнейшем минимально взаимодействовать с ним на протяжении всей пробежки. Потому что для нас это будет значить, что мы хорошо определяем темпового бега и подбираем ему именно ту музыку, которая ему позволяет легко и приятно бежать в данную минуту. Мы ожидаем также, что пользователь будет в явном виде завершать пробежку, с интересом изучать трек-лист прослушанного на бегу. Надеемся, что какая-нибудь музыка из предложенной ему понравится, и мы будем получать лайки на треки. Это наша мечта. Также, конечно, нам хочется верить, что пользователю будет интересно прослушать какие-то неизвестные треки из нашего резюме в дальнейшем, скачав Яндекс.Музыку. Ну и самая приятная история. Мы надеемся, что та обложка, которую мы сгенерим для пользователя, ему понравится, и он пошарит эту историю в социальных сетях, чтобы его друзья тоже присоединились, и больше людей узнали о нашем продукте. Как идеально было сформулировано на одном из UX-исследований в лаборатории нашим респондентам, а не нами самими. Наш пользователь — это тот, кто бегает вокруг дома в трусах. И мы его все равно очень любим за это. И мы считаем, что наверняка в этом зале, вот, например, про себя точно могу такое сказать, но наверняка и многие из вас тоже, все лето говорили себе, что ровно завтра настанет тот день, когда я, наконец, выйду, смахну пыль со своих кроссовок, надену, может быть, трусы, и, наконец, побегаю вокруг дома. Но поглощенные мобилизации другими важными личными и рабочими делами так ни разу и не вышли на пробежку за все лето. И у нас есть решение для вас. По этому QR-коду вы можете скачать наш продукт и начать бегать с ним уже сегодня вечером, завтра утром, и пока еще не совсем холодно. Большое вам спасибо. Нам было, правда, очень приятно здесь учиться.